Ну а сейчас украинская делегация уже на конференции. Там же работает и наш корреспондент в Германии Татьяна Лагунова. Сейчас она на прямой связи с Достудией. Тане вообще предстоит до воскресенья наблюдать за всеми встречами и спорами европейских политиков. Татьяна, приветствую. Скажи, чего ожидать от конференции в этом году? Кто из лидеров уже приехал в Мюнхен и почему Меркель осталась в Берлине? Алексей, нам нужно сказать, что организаторы Мюнхенской конференции статусности мероприятия в принципе уделяют особое внимание. И каждый год подсчитывают и оценивают, кто приехал в этом году. Гостей полтысячи. Среди них более 20 глав государств и правительств. Десятки министров иностранных дел и обороны. Первые лица Евросоюза, НАТО, ООН, МВФ, а также авторитетные эксперты по вопросам безопасности. Чье отсутствие, конечно, особо заметно, так это Ангелы Меркель. Она в этом году решила пропустить мероприятие, поскольку в Германии еще до сих пор не сформировано новое коалиционное правительство. И по сути она сейчас находится в статусе исполняющей обязанности канцлера. Поэтому действительно, как ты и сказал, многие политики, это премьер Италии, Польши, Великобритании, в Мюнхен, в этом году летели через Берлин, чтобы там встретиться с Ангелой Меркель сначала. Украину на конференции представляет президент Петр Порошенко в эти минуты выступает на форуме. Завтра у него ряд двусторонних встреч. В столицу Баварии также прилетели министры иностранных дел Павел Климкин, лидер Батьковщины Юлия Тимошенко, мэр Киева Виталий Кличко, украинские депутаты. Что же касается главных тем Мюнхена, то это все, что так или иначе связано с безопасностью. Начиная от стабильности Евросоюза после выхода в Великобритании, заканчивая борьбой с киберпреступностью. Украинский вопрос о ситуации на Донбассе тоже в повестке форума. В частности, в Мюнхене планируют обсудить перспективы миротворческой миссии на Донбассе. А именно предложение направить туда 20 тысяч миротворцев из стран, которые не входят в НАТО, и 4 тысячи полицейских. Вот что по этому поводу сказал нам министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Есть ответ от института Хатсена, который очень рекомендовал фахивцем, который я знаю, и который написал очень непоганную ответственность, так называемый анализ, что до возможных опций. Какие опции у нас есть? И дело, 20 тысяч, 25 тысяч, 15 тысяч, это очень важное вопрос. Но я рискнусь сегодня сказать, что не это основное. Основное, что Россия забирается из Донбасса, выводя свои силы и оружие, и передает контроль за оккупированными территориями, международному співтовариству и нам. И каким образом это будет происходить, за какой последовательностью. Вот это фундаментальное вопрос, как мы должны сделать формацию эмиссии. А если мы достигнем этого политического решения, мы решим, что это будет 18 тысяч, что это будет 25 тысяч. Ну и, конечно, в Мюнхене обсуждают и будут обсуждать реализацию Минских соглашений. Алексей? Татьяна, а что со встречи в нормандском формате? Эти переговоры все-таки состоялись или нет? Алексей, ну я, конечно, человек не суеверный, но вот встречу нормандской четверки как будто сглазили. Всю неделю информация менялась. То она будет, то не будет, то снова будет. Сегодня утром переговоры подтвердили и даже назвали точное время. 7 часов вечера по Киеву, но, тем не менее, не случилось. Мюнхен срочно покинул министр иностранных дел Германии. Зигмар Габриэль улетел в Берлин, чтобы дать пресс-конференцию по поводу освобождения из тюрецкой тюрьмы. Журналист немецкой газеты DWL Дениса Юджила. Он провел в изоляторе больше года. И Габриэль просто не успел вернуться в Мюнхен. Но, тем временем, Павел Климкин встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Они обсудили освобождение заложников и перспективы миротворческой миссии и, собственно, реализацию Минских соглашений. И вот результат. Я даже, когда мы говорили о том, когда начнутся выборы и какая будет кампания, вот, если бы я лично хотел взять участь в выборах на оккупованных территориях, то могу я сейчас поехать с моими политическими друзьями и вести кампанию, например, в Донецку? Ну, Лавров посмехнулся, понимая, что это за визначением неможливо. Поэтому я так понимаю, что дискуссию мы должны продолжать. Пока что мы не договорились ни до чего. Российская точка зора – она другая. Ну, а что касается встречи четверки, то ее пока перенесли, скорее всего, на завтра. Но снова же пока нет никаких гарантий, что она таки состоится. Алексей? Ясно. Спасибо, коллега, за работу. Татьяна Лагунова, наш корреспондент в Германии, была на связи со студией подробностей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова